Почти 9 тонн снега вывезли из Самары за прошедшие сутки. На уборку города вышли 350 рабочих муниципального предприятия благоустройства, более 300 спецмашин и 2500 дворников. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства управляющим компаниям поручено темп работы не снижать и активнее убирать снег во дворах. Сейчас важно объяснить жителям, чтобы они не оставляли во дворах машины. Задача стоит, что сегодня и районам, и управляющим компаниям поставлена задача при очистке дворовой территории переставлять транспорт, потому что в львиной доле 90% транспорта в каждом дворе – это жители, где припарковываются. Вот этот момент он обозначен. Автомобили вдоль проезжей части мешают расчищать и дороги от борта до борта, подтверждают сотрудники МП благоустройства. Вот стоит газель как раз, вот подснежник, которая тут брошена. Если погрузчик идет и сдвигает снежный вал, есть вероятность того, что погрузчик зацепит на припаркованную машину. То есть, как бы нам тоже за это отвечать не хотелось бы. Рейд по Самарским улицам проводят полицейские. Проверяют, насколько безопасны дороги. Внимание обращают на снежные кучи на обочинах. Данные недостатки у нас напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Здесь зафиксировано заужение проезжей части на более чем на 5 метров. То есть, от четырех полос движения на улице 22-го партсъезда у нас осталось только две. Городские власти также ведут ежедневную проверку, особенно после обильных снегопадов. В приоритете дороги, по которым ходит общественный транспорт, а также тротуары. Вручную должны быть очищены остановки и подходы к ним. После прохождения обильного снегопада предприятиям в соответствии с нормами необходимо в течение 6 часов приступить к очистке уличной дорожной сети. В части технологии у нас на сегодняшний день организована проверка ежедневная фактически по очистке уличной дорожной сети, так и по вывозу снега. В общем-то, на сегодняшний день ситуация начинает выравниваться, учитывая этот факт. Уровень вывоза снега, точнее объем вывезенного снега на сегодняшний день, он ориентировочно соответствует уровню прошлого года. Дворы на совести управляющих компаний и ТСЖ. Этой зимой не все частные конторы справляются со своими обязанностями и получают за это штрафы. Если в ближайшее время коммунальщики не исправятся, их могут лишить лицензии. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.